Над зданием суда, где оглашался приговор, порванный флаг правосудия. И у нас также в сегодняшнем решении порвали веру, справедливость, беспристрастность и законность. В августе я узнал, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Я связываю это с политическим заказом. После получения результатов экспертизы, конечно, суд и прокуратура офигели. Травли, организованные сверху, на всех этапах. Беспредел. 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 Меня зовут Евгений Малышев, я живу в Пензе и я автор этого видео. Расскажите, что произошло 22 апреля 2020 года. Возле моего дома двое неизвестных тогда мне лиц напали на меня с ведром краски и облили меня половой краской. Возле моего дома двое неизвестных тогда мне не разным раздавали, но мы получили данные. И далеко не пришлось делать. Беспредел. Буквально несколько месяцев назад мы уже обращались через средства массовой информации, через прессу о том, что губернатор Белозерцев незаконно захватил общественную дорогу и поставил на ней забор. Беспредел. Сзади меня крикнул и твой человек. Один из них замахнулся, я думал, что он хочет нанести удар. Я нагнулся и в это время он с каким-то криком «Это тебе за что-то», что ли, вот так что-то прозвучало, вылил на меня краску. Ну и дальше они разбежались. Один из них побежал вдоль дома Чедаева 93, а другой, кто облил меня, побежал в сторону магазина Светланы на остановку Пенза 2. Я погнался за ним, схватил ведро и догнал его как раз возле остановки. Закинув в него ведро, попал, и он остановился. В августе я узнал, что в отношении меня возбуждено уголовное дело по факту избиения Арсамурзаева Айуба, нанесение ему телесных повреждений средней тяжести, вследствие которых он провел якобы в больнице. Насколько это вообще правдоподобно звучит и что не так было в показаниях Арсамурзаева? В начале он дал одни показания, говорил, что находился у своей знакомой по улице Чедаева, дом 93, и знакомые попросили его вынести в мусор ведро с половой краской. И выходя на улицу, ища помойку, он случайно столкнулся со мной, якобы выплеснулась краска, и якобы я стал нападать на него. Потом у него появилась другая версия о том, что он случайно приехал в данный район, так как вез ведро краски своему другу. Между ними возник конфликт из-за порчи одежды двух судимых, переросших в свою эфру перепалку, с оскорблениями и желанием герасима в догнаться с нами Арсамурзаева, в том числе с помощью ведра, что он и сделал. С какими нарушениями столкнулись на стадии следствия? Так, отказались проводить детализацию телефонных звонков, переговоров, которые были у Арсамурзаева, скорее всего и были, потому что он при мне пытался кому-то позвонить, с кем-то договорился, кому-то писал смс, пока мы ждали сотрудников полиции. Дело в том, что когда я задержал Арсамурзаева и не дал ему скрыться, я вызвал сотрудников полиции, и пока мы ждали, Арсамурзаев что-то пытался на своем телефоне набрать и позвонить кому-то. Ну я опытный сотрудник, я знаю, они сейчас выслуживаются, да, там, перед кем-то, сделают свое дело, получат, может быть, свои бонусы какие-нибудь. Вот, а сейчас что-то пойдет не так или это, во-первых, это выступление как минимум, то есть я бы совершил. Суд, конечно, решил их игнорировать, я так считаю. Адвокат дала понять, что это и данные показания его чисто субъективные, связанные с его конфликтом с начальством. Какие ответы для вас это дало? Вот то, что рассказал при Филиппе. Для меня то, что дело именно фабриковалось, подтвердило мои предположения о том, что сотрудники полиции из преступных соображений специально решили скрыть преступную группу, в число которых ходил и Арсамурзаев. По преподаванию, что Герасима позабочилась за эту личность, я конституционно-политическим взглядом, таким образом, пытаюсь упрестить субъективные догадки. Вместе с тем, в активном уважении потерпевшего народа с чердайом 22 апреля 20-го года, юридического значения для доказания данного состава преступления не имеет. Судомедэкспертиза Проявила объективность, рассмотрела все материалы дела и выявила, что сотрудники 6-й городской больницы, медработники, чисто визуально осмотрели Арсамурзаева, неквалифицированно взяли у него как пробы, так и неправильно осмотрели, зафиксировали якобы имеющиеся у него телесные повреждения. Что, по мнению судмедэкспертов, они не могут поставить никакой диагноз. Как это повлияло на уголовное дело? Дело в том, что после получения результатов экспертизы, конечно, суд и прокуратура офигели, если грубо так говорить, и они видели, что уголовное дело разваливаются, и прокурор попросил провести повторную судмедэкспертизу. При определении степени тяжелых вреда здоровью суд берет за основу заключения дополнительной судебно-медицинской экспертизы и следует за цену совокупности доказательства. Суд квалифицирует действия Герасимова по части 1 ст. 115 УКРФ как умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего тратковление на расстройство здоровья, считаемый Герасимов в этом полностью доказан. Что намерены делать в дальнейшем? Обжаловать приговор и по возможности искать доказательства виновности Арсена Монзаева и разоблачать преступную группировку, которая фабриковала дело, а также которая организовывала покушение на меня.